А скажи, пожалуйста, ну, если уж мы просто эту тему упомянули, чтобы мы её закрыли. Тебя никогда вот не беспокоило, что там вот тебя обвиняли, что ты вообще ребят подбирал просто через там постель? Ну, так и такие же... Вот ты же знаешь, в шоу-бизнесе разговоры про всех. То есть я понимаю, что ребята это реально парило, потому что, ну, это им было обидно. Их ничего не парило, их парила только сцена, их парили зрители, их парил успех, их парило, когда они что-то не так делали и чувствовали, что там концерт просаживается или проваливается. А что о них говорят? Вот одно время я... Был какой-то период, когда нас это всё нервировало, задевало, трогало, обижало. Потом я сказал, категорически не читаем ни газет, ни телевизор не смотрим, ни новости. И всё, для нас это была какая-то жизнь, о которой мы даже не знали. Что там про нас пишут, что говорят, там было абсолютно всё равно. И, скажем, если оказаться голубой темы, то, в общем, это была настоящая конкуренция. В своё время создавалась группа Иванушка Интернешнл, компания Рэк Рекордс, там был Санька Шульгин и второй Санька Горожанкин. Горожанкин, да, имел отношение? Горожанкин. Они были совладельцами компании Рэк Рекордс, которая запускала на рынок, ну, несколько исполнителей, там было Валерия, по-моему. Валерия, она супругой была в ту пору, Шульгина. Да, да, да. Значит, Иванушка Интернешнл и блестящие, по-моему, тут такое, да. И они запускались, эти несколько проектов на рынок, а, естественно, Иванушка были прямыми нашими конкурентами. И Горожанкин запускал в эфир, ну, чушь, даже дети сидели и комментировали, там детский какой-то у них был, детская, дискотика, как она, детская, ну, как-то что-то с диско связано, дискоклуб или, и обсуждали клип. И я же вижу, я сам режиссер, я вижу, как детей научили говорить, как они мило друг на друга смотрят, наверное, не голубые. И потом они, когда я в Акулах Пера сказал фразу, что для любого актера, а тем более для артиста в молодежной музыке, лучше быть голубым, чем женатым. Потому что, ну, представляешь, да, в советское время никто из актеров не пиарил свою личную жизнь, потому что он играет в кино героя-любовника, ну, кто ему поверит, когда знают, что у него куча детей, там еще жены и так далее. И я эту фразу сказал относительно, особенно молодежной музыки, молодежной музыкальной индустрии, что девочка любая пойдет за мальчиком, важно, чтобы он не был женатым. Пусть он будет голубой, она думает, что он исправит. Они вырезали эту фразу, и Горожанкин ее в качестве рекламы Акул Пера давал девятнадцать раз в час. Ну, Саша молодец, Саша профессионал. Молодец, ну, Саша мегапрофи был. Ну, я тоже так считаю, что, ну, ладно, голубые, пусть думают, что голубые, лишь бы не женаты. А они на самом деле были женаты, у них были семьи, у них были жены, дети. Хорошо, прервуете. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в девятнадцать тридцать. На телеканале Москва-24. Одинократный путь в девятнадцать тридцать. С понедельника по четверг в девятнадцать тридцать.